Хакасия впервые принимает всероссийский музыкальный конкурс, точнее один из его этапов. На сцене филармонии будут состязаться хоровые дирижеры, их 24. На концерте, открывающем конкурс, побывала Наталья Гармашова. До начала полчаса пропустить большое музыкальное событие года никак нельзя. И главное желание каждого вот так близко увидеть на сцене кумира народного артиста России Александра Князева. Приехали на концерт, чтобы посмотреть на знаменитого артиста. Мне интересно очень послушать классическую музыку, это всегда полезно для человека, для разнообразия внутреннего мира. Очень уважаю этого исполнителя, мне стало всегда попасть на концерт. Виолончелист, органист, пианист с мировым именем – один из самых харизматичных и многогранных музыкантов своего поколения. В репертуаре Князева почти все сочинения, написанные для виолончели. Сегодня звучит одно из них – концерт с оркестром «Ми-минор» Эдуарда Элгара и «Сюита номер 6» Ре-мажор и Аганна Баха. Инструмент в руках артиста раритетный, 18 века. Его создал Карл Абергонс и ученик Антонио Страдивари. И то, что здесь, в Абакане, это происходит, это действительно здорово, потому что я считаю, что культура – это самое главное, и мы ее должны развивать. На абаканской сцене Александр Князев впервые приехал, чтобы выступить в концерте, открывающем четвертый всероссийский музыкальный конкурс. Традиционно состязания по специальностям занимают четыре года. 2023-й – время камерных ансамблей, оперно-симфонического дирижирования и хорового дирижирования. Хакасия конкурс принимает в первый раз. У нас будут соревноваться дирижеры хоров. Было обоюдное желание и в ревении региона, и желание Росконцерта показать региону конкурс. 24 участника из 10 городов. Петербург, Москва, понятное дело, Уфа, Казань, Бадикавказ, Новосибирск. Дирижеры поборются за победу, управляя государственным коллективом, академическим большим хором, мастера хорового пения. Его художественный руководитель – народный артист России Лев Конторович. На знакомство конкурсантов с артистами времени отводится немного. На репетициях перед выступлениями важно успеть наладить связь, чтобы уже на сцене хор звучал в унисон с дирижерской палочкой. Первый тур стартует в эту пятницу. Всего этапов три. Финишируют они 9 октября. А 10-го лауреаты Всероссийского конкурса приглашают зрителей на масштабный галоконцерт. Наталья Гармашова, Дмитрий Симонов. Вести Хакасия.